привет ребят как обещал только с небольшим запозданием обзор на книгу запомнить все или stick it если по-английски книжка меня очень впечатлила принесла пользу сразу потому что я постоянно что-то изучаю и она помогает мне это изучать эффективнее в общем то собственно какие я из нее интересные моменты извлек плюс может быть свои там додумки озвучу давайте к делу итак чтобы было понятно книга о том как эффективно учиться она написана несколькими людьми и они проводили исследования на протяжении многих лет то есть они занимаются этой темой поэтому большая часть информации в книге она основана именно научных исследованиях что безусловно важно на мой взгляд потому что очень много людей которые теоретизируют я сам все числа да там озвучивая свой эмпирический опыт а тут есть какие-то научные исследования причем многократные с большими фокус-группами и так далее и это само по себе ценно ладно давайте к делу собственно у меня есть ряд пунктов где-то возможно я буду повторяться нет там порядка больше 40 давайте сначала итак первое иллюзия знаний что это такое я опять же буду своими словами озвучивать потом не буду эту ремарку давать иллюзия знаний это когда вы думаете что вы что-то знаете но на самом деле если вас спросить об этом задать уточняющий вопрос и вы ответить не сможете кстати такой же штуки я слышал от курпатова когда он говорит что есть иллюзия доступности информации но когда вы слышали что-нибудь о ну не знаю вот если про программирование инкапсуляции вроде как допустим слышали они что-то но если вас спросить подробнее расскажи мне что такое инкапсуляции вы ответить не сможете слово вам знакомо и вы предполагаете что имея google вы можете легко найти ответ и соответственно знание то в голове нет и решение вы будете принимать не на основании реальных знаний да к сожалению и это может принести определенный вред ну или не принесет пользу так вот в книге же говорилось именно об иллюзии знаний когда здание у вас неполное но вы думаете что вы знаете эту тему на самом деле вы так по верхам название слышали в сути не разбираетесь минусах я думаю говорить нет смысла да и так все очевидно и понятно нет знаний нет соответственно результатов которым эти знания могли помочь дальше многие из нас стремятся следующий пункт нет многие из нас стремятся изучить что-то побыстрее так вот авторы книги считают что это ошибка потому что мы в погоне за простыми знаниями не нагружаем свой мозг соответственно то что мы по-быстрому прочитываем то есть берем книгу какую-нибудь знаете вот кто-то даже мне писал о том что там раз кабанчика прочитал два кабанчика прочитал книга высоконагруженные приложения да то есть нужно и вот у него там после первого раза не так много информации потом больше больше вот возможно проблема именно в том что мы быстрый поверхностно читаем подобные книги я этим же самым грешил грешу может быть но еще стараюсь у меня конспекты и прочее я стараюсь как я уже говорил из этой книги методики использовать но раньше я точно так то есть ты читаешь книгу ты может быть даже перечитываешь несколько раз но по сути это все поверхностная работа потому что за каждой за каждым новым смыслом не выстраиваешь куда базу то есть тебя нет укрепления этих знаний ты не проводишь никаких дополнительных работ кроме как просто прочитать ну и соответственно это безусловно сказывается пагубно на процесс запоминания авторы книги говорили о том что ну а сравнение опять же способа когда вы многократно перечитываете информацию и этот способ сравнивался в исследованиях с припоминаниями так называют это припоминание это когда вы словом говоря один раз прочитали и потом прошли тесты какие-то которые заставили вас что-то вспомнить и результаты и опять же очень грубо да это я на память самому говорю результаты следующие люди которые допустим прочитали там пять-десять раз книгу через неделю могли вспомнить там 10 процентов от прочитанного люди которые один раз прочли и потом пошли ряд тестов на припоминание через неделю помнили 60 процентов то есть шестикратный рост это очень очень большое число вот и возвращаясь собственно к фразе что нужно не нужно стараться по-быстрому все сделать да и вот этот тезис о том что нужно припоминать тут момент какой важно понимать опять же чем большую работу проводит нас наш мозг тем лучше что-либо запоминается поэтому когда вы что-то с трудом вспоминаете это на самом деле хорошо то есть не нужно искать легкости в изучении то есть обучение должно быть тяжелым и чем тяжелее процесс тем собственно эффективнее запоминания и понимание материала но про трудности они тоже говорят это желательные трудности или нежелательные трудности не помню были какие-то исследования именно на эту тему но допустим желательные трудности это когда вы специально задаете дополнительные вопросы или пытаетесь расширить область вопросов а нежелательные трудности это когда вы ну читаете допустим на другом языке и вам просто сложнее усваивать информацию да то есть данном случае это трудность нежелательно но случае если мы добавляем какие-то вопросы заставляем человека вспомнить что ты из еще более раннего или допустим как каким-либо образом просто связанные с материалом в этом случае у нас эти дополнительные трудности не дают нам положительный эффект и так ладно поехали дальше пунктом я немножко отхожу в сторону у меня свободный формат поэтому я думаю страшно итак собственно протестирование да это я вам уже сказал то есть активное припоминание причем она бывает разных видов это когда вы допустим проходите тест да у вас есть вариант ответов и выбирайте правильно самый простой способ и он как я уже говорил связано с работой мозга да то есть данном случае он я так понял наименее эффективен потому что если вы допустим своими словами раскрываете тему это лучше плюс допустим такую методику использовали как написание сочинения допустим по теме книгу то прочитали изучали какую-то тему и написали сочинение своими словами вот чем больше работа проводится тем лучше плюс кстати вот слово сочинение записях конспектирование своими словами потом написание сочинений как способ припомнить что-либо авторы то есть там не было прямых доказательств да ну вот тезис может быть кто-то слышит что когда вы пишите что-то рукой рукой у вас идет дополнительная когнитивная нагрузка на мозг то есть вы помимо того что фиксируете каким-то образом пересказывайте то что прочли или услышали вы еще плюсом нагружайте мозг дополнительная работа и вот в этом процессе вроде как лучше усваивается но я не увидел в книге каких-то исследований на эту тему но есть тоже вот такая гипотеза дальше пойдем по пунктам зачем улучшать кстати изучение чем у вас крепче знание тем больше творческого маневра что это имеет по виду допустим если вы знаете паттерны какие-то то вам допустим в работе не нужно тратить свои свою энергию на то чтобы придумать подход как организовать код например да если мы в рамках программирования пример приводим и вы тратите время на обдумывание концепции в целом или на поиск решения в целом таким образом когда у вас уже есть какие-то знания допустим паттернов того как правильно чисто писать код и так далее там подобное вы уже не задумываетесь правильно вы это делаете неправильно ваши мысли направлено именно на решение самой задачи в целом и в данном случае как раз таки это цель хорошего изучения запоминания какой-либо информации то есть мы условно говоря некоторые вещи начинаем делать рефлекторно как допустим вы видите машины можете параллельно слушать книгу вы не думаете о самом процессе нажимания педалей включения руля да то есть вы можете параллельно что-то делать сосредоточиться на другом вот так же не очень может быть хорошая аналогия да потому что вопрос опасности почину вот если не не вдаваться в детали готового то да и вот мои пометки по поводу этого наверняка все знаете о сертификации в мире айти вот есть какие-то там рад хэд сертификации cisco но это больше такие по сетям java сертификации microsoft вот мне кажется это как раз таки из области вот этих тестов и припоминания да то есть вы почему-то подготавливаетесь и потом самотестированием занимаетесь проходя эти тесты раз за разом таким образом вы что-либо изучаете кстати когда изучаете правила дорожного движения по билетам тоже выходя билеты изучают тему или сама перепроверяя себя вы на дольше запоминаете эти правила дорожного движения тут на дополнительную категорию недавно сдавал и собственно мне этот подход подошел в изучении билетов так дальше я так пишу знаете я свой почерп плохо разбираю так да вот как раз пример 10 фактов которые не знал до изучения текста ну то есть это один из способов тестирования то есть получается вопрос у нас не не просто по тексту они на уровне подумать осмыслить что-то да то есть провести крутым мыслительную работу и вот эти вопросы они могут быть не обязательно четко ну то есть сколько там какого цвета была там машина красного нет допустим расскажите там о принципах работ автомобиля но вот такие общие вопросы они могут составить вас более объемно думать соответственно у вас этим связи будут выстраиваться лучше а его тут припоминаю тоже там приводился пример хирурга и вот этот хирург он использовал подход когда он каждую свою операцию после ее завершения анализировал в голове прокручивал это все и придумывал как лучше он мог бы поделать работу да то есть записывал какие-то делал заметки что именно ему еще нужно опробовать потом уже в экспериментальных целях в лаборатории и так далее поэтому вот процесс осмысливания еще да то есть он не припоминание именно вот такого живого осмысливания когда вы в голове прокручиваете сцену и проводите какую-то дополнительную работу ментально он тоже помогает в усвоении в понимании и в запоминании информации так моментальная обратная связь хуже отложены что имеется ввиду вот допустим есть тренер да и есть ученик ученик допустим плавает пример и если учитель будет давать обратную связь по поводу неправильных движений сразу же моментально это хуже чем если бы ученик доделал допустим допустим он плывет 25 метров и вот если ты будешь ему постоянно говорить сразу же руку выше это ниже там направо налево и так далее это будет хуже чем он доплывет 25 метров потом ты ему скажешь так смотри ты вот когда плыл рука выше это ниже это ну и так далее и человек когда в следующий раз он будет выполнять это движение он уже более эффективно будет эта информация распоряжаться чем когда в процессе мы будут это впихивать да и он будет дезориентирован ему будет сложно сосредоточиться сразу это внедрить то есть лучше давать обратную связь после вот дальше да вот что самостоятельный ответ своими словами это лучше больше усилий лучше результаты вот это аксиома которого через всю книгу идет да то есть интеллектуальная работа это хорошо активное создание нейросвязи это хорошо то есть вообще да то есть мы все пытаемся как-то по-легкому побежать книгу уменьшить объемы сэкономить время я понимаю наверное это жизнь такая у нас сейчас до времени мало и хочется как-то и книжку почитать да и дочитать ее до конца хотя бы и уже как-то что-то делать с этой информацией но получается что нужно смириться что если вы хотите качественно глубоко понимать и запоминать материал вам нужно много времени тратить на это и авторы книги они тоже говорят о том что у людей есть вот эта ментальная ловушка когда вы испытываете чувство ну то есть вы себя корите корите за то что не получаете быстрых результатов это еще один из пунктов очень важный и я им страдаю тоже и страдал и все еще страдаю несмотря на то что тоже воде это понимание есть я пытаюсь это внедрить свою ментальную модель то есть если вы делаете что-то ну изучаете что-то а другой человек блин да я эту книжку прочитал там за месяц такой сидишь и думаешь блин как я там допустим несколько дней только тезисы из первых двух страниц извлекаю да а ты там за месяц книгу почитал ну возможно он быстро пробежался да и тут вопрос же как бы не гонки до того что вы конкретно для себя хотите если вы хотите именно качественно изучить этот материал то нужно просто принять то что качественно изучение информации но долго это нормально то есть не корить себя не гнобить себя этим воспринимать наоборот это как подтверждение того что ваш процесс он идет нужным образом так скажем да то есть вы хорошо лучше запоминаете осваивать эту информацию вы же понимаете что вот допустим если метод фейнмана это уже мои собственные заметки если метод фейнмана применить на практике это когда вы что-то читаете потом вы пытаетесь это все пересказать и повторяете цикл это конкретно одного тезиса пока может быть это естественно это это не просто взял и пробежался глазами то есть процесс усваивания информации он долгий и по фейману и по этой книге кстати мне кажется феймановский феймановская методика она очень четко и просто описывает многое что написано в этой книге это как раз и припоминание и попытка пересказать своими словами и так далее по сути тут можно сказать что многое по фейману но он очень так у него очень упрощенная модель из четырех шагов в данном случае это все-таки больше научные исследования до описания разных моментов в изучении то есть разных исследований разных выводов которые делали ученые соответственно тут просто информации больше но если вы хотите очень короткой просто ну возьмите методику феймана но она не для всех кто-то спотыкается на первых двух шагах у меня тут коллега он так и сказал что типа ну давайте возьмем первые два когда будем делать обучающий материал ребят как же еще два этаж но фундаментально важные вещи да то есть попытаться кому-то это объяснить что и потом упростить это все до тех пор пока это не станет понятным условно говоря ребенку но вот ноги отбрасывать эти подходы я считаю что это крайне зря если мы пытаемся кому что-то объяснить ну ладно пойдемте дальше по пунктам мои заметок по книге так вот еще очень важно не давать на тестах оценку это касательно из сутского обучения были проделаны эксперименты смысл общий такое что люди когда боятся получить оценку то есть они воспринимают тесты как итоговую экзаменацию да а в данном случае тесты проводились после каждой лекции если люди не будут воспринимать это как именно оценку и знаний да а именно как процесс запоминания информации то есть для этого нужно им это все объяснить да то есть объяснить что это просто часть процесса изучения это не попытка вас оценить это не попытка поставить вам оценку куда промежуточной это просто вы сами для себя улучшайте процесс запоминания именно методом самотестирования и все поэтому давать оценку на тестах это вот именно с этой точки зрения это опасная штука вы можете людей толкнуть потому что они будут бояться именно боятся тестов наверно все так или иначе боимся эхо и школы и институтов ладно давайте дальше сложное обучение опять об этом уже говорил да кстати сложное обучение это не значит что оно должно быть скучным или непонятно то есть сложное обучение это значит что вы воспоминайте информацию делаете какую-то большую работу чем предполагалось что вы просто прочитайте допустим абзац книги да то есть вы делаете дополнительные исследования эксперименты прочее это имелось ввиду под сложностью это не значит что сложно это в институте сидеть на парах когда там профессор гундит что-то на протяжении двух часов нет вот эта сложность она мне кажется краски будет отрицательно вы заснете какой-то положительный эффект непонятно ладно давайте дальше да по поводу прочного фундамента если у вас есть прочный фундамент ну понимание круты каких-то вещей ну знаете допустим программист с опытом он понимает что что такое функции перемены такие базовые вещи да ему не нужно это много временного воспоминания этого допустим человеку только начал в этим заниматься ему может быть еще приходится больше усилий прилагать чтобы это все дело как-то использовать в работе и сразу же тут еще забегу ну то что вперед а связано с этим момент очень важно это связка привязка привязка информации к уже существующей ну вы наверняка думали о том что допустим опытному программисту больше изучить новый язык программирования чем человеку который вообще никогда программирование занимался да ну очевидно как это работает и это работает также в изучении чего-либо вообще то есть если я буду сейчас допустим изучать юриспруденцию да то есть у меня нет никаких знаний в этой области и мне будет сложнее допустим чем человеку который занимался какими-то законами актами или допустим кадровику даже то есть кадровик может быть не юрист но он там допустим с этими бумажными штуками всеми уже встречался с законами регламентами почему будет проще потому что есть определенная база нейросвязей и когда вы получаете новую информацию и и проще привязывать к этим якорям так скажем вашей памяти потому что она ложится уже в существующей модели если у вас никакой уже существующей базы нет еще то естественно вспоминать вам что-то будет проще но вы допустим я когда читаю сейчас поиску раст информацию да мне проще и привязать к информацию которая получил допустим за последние там месяц работы на расти на то есть очевидно если бы я сразу начал ее изучать а я так именно делать и по у меня это что сложнее почему зацепок не было сейчас с этими зацепками она и запоминается легче то есть мне достаточно там почитать да я уже пойму потому что у меня есть уже как на работа данная база я просто музыкой какие-то дырки не всегда иногда приходится делать эксперименты но тем не менее мне это дается проще чем мне же но допустим года два назад когда я тоже пробовал делать заход на раз вот я уже свои собственные как вы понимаете воспоминания привязываю к тезисам в книге так поехали дальше так практика а вот кстати еще очень важный момент по воспоминанию а с какой периодичностью нужно делать припоминание делали x исследований и они показывают что есть процесс перестройки вот этой памяти оптимизации и большая часть его происходит во сне соответственно если вы условно говоря сегодня почти какую-то информацию самотестирование очень хорошо было бы сделать завтра с утра потому что у вас вот этот процесс консолидации памяти могут как раз за ночь все это уложилось и вы бы суток еще это все дело припомнили и было бы вообще замечательно то есть они также можно делать и сразу конечно после упражнений но я так понял что эффективность снижается то есть нужен именно вот этот процесс какое-то время консолидации то есть во сне у нас память консолидируется ну и какое-то время просто без интеллектуальной работы она там тоже все это стаканом устаканивается запоминается нейросвязи наращивается и так далее вот так читаю дальше свои заметки а до очередующее обучение знаете изучать параллельно несколько областей всегда считалось что это плохо нужно фокусироваться на чем-то одно исследование показать что наоборот это хорошо и нужно чередущее обучение оно полезно есть просто ощущение как я уже говорил что у вас нет как посочных результатов но на самом деле это просто очень сильно отложены эффекты такого подхода поэтому чередовать изучение чего-либо нужно полезно ну что вы делаете паузу между вот этими блоками информационными и это друг другу не мешает наоборот даже может способствовать если особенно у вас области смежные вас эта информация будет как-то пересекаться и как я уже говорил зацепки они вам данном случае помогут так интенсивное обучение плохо как я уже говорил данным это когда в этом 10 часов подряд сидите на лекциях допустим по медицинской тематике потом выходите и на следующий день не помните практически ничего из того что было сказано это собственно об этом вас нагрузили информацию вы все забыли напрочь на следующий день ничего не можете вспомнить но эффект такого обучения очевиден но это как раз таки способ проведения допустим медицинских семинаров там еще какие-то там программистского обучения иногда на гадать целый день людям что-то там читают лекции ли вот институтского то есть вам читают несколько часов лекцию потом вы идете на другую лекцию вам еще несколько часов лекцию читают за весь день вам начинали начитали кучу лекции вы ничего не поняли в процессе когда пришли домой вы даже не вспомните что же то что вам говорили ну прекрасно мы потеряли один день а так год за годом ох 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 ну ладно пошли дальше по заметкам да вот процесс формирования запоминания идет от нескольких часов на нескольких дней чередовать источник изучаемые предметы хорошо это то что я уже сказал так 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 повторение нужно для лучшего припоминания это я тоже уже так вот разнести практику и теорию вот интересный подход не пробовал его это когда вы у вас теория немножко забывается и вы за счет практики освежаете эти знания то есть припоминаете по факту на припоминаете еще практическим способом да то есть это не не просто тест идет а именно практическая какая-то работа и это вроде как очень эффективно так иллюзия знания иллюзия привычки а иллюзия привычки это немножко другое то когда мы думаем что мы помним вот это интересный момент да то есть я говорил об иллюзии знания когда мы думаем что мы знаем а в данном случае это мы думаем что мы помним то есть мы прошли почти книгу какую-то как я же города мы месяцом потратили мы думаем что мы этот предмет знаю но если нас опросить результаты будут достаточно плачевными потому что именно процент при в как-то информация которую мы можем достать из памяти это немножко другая история и кстати по поводу доставания из памяти это на самом деле тоже интересный момент то есть у нас есть но долгая память и быстрая памяти как-то правильно называется не знаю смысл в том что вот если вы допустим на практическом примере вы изучаете допустим программирование программировать 5 лет и у вас вот эти все термины все 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 знания которые вы используете в работе каждый день она у вас в быстрой памяти вы можете легко эти знания доставать если вы потом пять лет будете заниматься например не знаю допустим экономикой то допустим через пять лет если вас спросить что-то по программированию вам понадобится естественно больше усилий чтобы что-то припомнить потому что информация быстрой памяти она перекрывается в процессе ее использования то есть чем чаще вы какую-то информацию из мозга извлекать и она переходит уже у сон горы быстрой памяти вы ее быстрее извлекайте но она перекрывает то что было до этого перри записывается условно говоря вот и это тоже интересный момент так дальше идут по заметкам привязка новых знаний к старым это я уже говорил а вот кстати практическое знание эмоциональная окрашенность да это все тоже способ что-либо лучше запомнить если вы знакомы с термином мнемотехника да то есть мне мне мнемотехника запоминания то есть вы когда привязываете каким-то живым образом каким-то образом информацию числа к предметам да и так далее и за счет этого лучше что-то запоминать и вот я тоже проходил свое время помимо техники курса и там был такой тезис чем ярче образ да ну это насилие секс и еще что то там я ничего не пропагандирую да вы просто говорю что вот это вот это области из которых ярче всего эмоционально появляются вот эти образы тем проще что-либо запомнить вот вот такой тезис это еще на том курсе говорили и тут собственно в этой книге тоже упоминается что или чем сильнее эмоциональная окрашенность до чего-либо тем лучше запоминается и мы можем провести параллель с практическими занятиями когда у вас по сути есть определенные эмоциональная в том числе окраска когда вы что-то делаете у вас там получается не получается ну в любом случае вы лучше это все запоминаете усваиваете потому что у вас идет и эмоциональная подоплека в том числе то есть вы же не просто механически что-то делаете руками вы еще об этом думаете у вас идеи какие-то появляются так далее то есть есть может быть это не столько эмоциональная подоплека но тем не менее она там присутствует но опять же не только к ней это все подходит то есть практически практика и прочее это все вот в этом абзаце все все в одном да вот еще забывается не знание о зацепке то о чем я говорил то есть то есть не то что вы забыли все вообще напрочь вы вспомните это просто вам понадобится все больше больше времени чтобы это вспомнить со временем даже зацепки ты забываются именно не знания о зацепке то есть способы выудить эту информацию по сути даже сейчас вы можете из детства какие-то данные вычленить если будете активной пытаться сидеть вспоминать что-либо детали какие-то всплывут и так далее только с этим кстати поаккуратнее у нас еще такой момент как дорисовывание информации это кстати тоже научный факт исследований проводились то есть люди склонны до информации же она не не полностью хранится в мозге соответственно мы склонны додумывать что-то и считать что это реальность проводилась куча исследования недостаточно шокирующие потому что вы можете помнить неправильные вещи допустим платье было красным они зеленого вы точно помните что зелено она по факту было красным вот но вы настолько в этом уверены потому что ваш мозг просто дорисовал эту часть и тоже интересный факт если уж мы говорим про мозг да вот эти все иллюзии прочее задумайтесь о том моменте что скорость света и скорость звука не отличаются но когда человек с вами говорит у него звук и движение рта они синхронизованы это ваш мозг синхронизует собственно движение света на сетчатку глаза и движение звука то есть ваш мозг дорисовывать хотя по факту вы получаете звуковые сообщения позже чем шевелится вот у вашего собеседника тоже об этом нужно помнить мозг он не такой простой и не такой очевидный как нам может показаться дальше чтобы выучить что-то новое пороге приходится что-то забыть это вот собственно про эту же тему так для разных событий разные ментальные модели ну это понятно я думаю очевидный факт да то есть у нас есть ментальная модель для каждой области действий собственно мы в рамках этой ментальной модели можем ментальную модель расширять наращивать туда знание и так далее нарушение плавности восприятия информации улучшает запоминание это вот положительные трудности да то есть о чем я говорил то есть если вы допустим периодически вставляете куда дополнительной информации и так далее то есть это может быть даже на пользу но тут я говорю нужно отличать положительные трудности от нежелательных генерация тоже улучшает при запоминании формации это когда вы пытаетесь найти ответ на вопросы вместо того чтобы получить этот ответ вот это кстати я пробовал таким образом учить людей то есть это на самом деле это один из одна из методик обучения людей когда вы даете задачу от ну или вопросы даете ответ человек ищет сам то есть он генерирует этот ответ то есть он получает информацию счет куда-то да и так далее и в процессе поиска вот это вот усвоение она намного лучше делать чем если бы вы просто ему этот ответ дали сразу же то есть именно ценность данного данного не то что упражнения данной методики это именно в ну то есть вы помимо этого еще кучу другой информации получаете да то есть у вас получается крепкие широкие знания в какую на основании на основании вопроса ответа которые вы пытались найти вода попытки поиска ответа закрепляют итоговый ответ ну и связывают информацию якорями для лучшего воспоминания в последующем ошибки это нормально на пути к мастерству то есть это важно всегда помнить мы все ну то есть ошибаться действовать долго преодолевать эти ошибки это нормально вот то есть боязнь кстати начать что-либо делать это вот страх ошибок да и мы ничего не делаем часто но это тоже там упоминалось книги поэтому эту запятку я читаю от не то что там от себя тена какая-то просто упоминалось не помню где именно в каком контексте но вот у меня записаны так по нежелательной трудности я уже сказал вот я вперед забегал до этого трудности должны развивать необходимые навыки являться препятствиями из реальной жизни иначе они не желательно то есть если мы эти трудности генерируем то они должны быть связаны с реальностью они просто что мы взяли выдумали какую-то какой-то вопрос до который на практике никого значения не имеет вот дальше нужно опираться не только на интуицию на смотреть на данные анализировать их ну это вот как а скорее больше именно про тестирование да и иллюзию знания иллюзию и иллюзию запоминания так читаю дальше у меня такой почву к жарам по моему чем дальше тем хуже становится так а да метакогнитивная ошибка когда человек с глубокими знаниями в теме считает что многое должно быть очевидно другим людям приводился пример институтского преподавателя который преподавал физику и он когда объяснял физику он объяснял терминами которые не были известны его студентам на первом курсе а он считал что это такие очевидные вещи что ну как можно это не знать да это вот кстати в преподавании программирование прямо и в комментариях даже к вопросам у людей люди таки ну что ты не знаешь но это же очевидная вещь это вот метакогнитивная ошибка когда у людей в их ментальной модели это все настолько фундаментально укреплена ну типа как ты можешь не значит к переменную а зачем как ты можешь не принять зачем это переменную штат очевидно а человек не знает у него метамодель вообще пустая в данной области но не понимает соответственно если вы хотите чему-чему кого-то чему-то научить то нужно пробовать именно подойти к его ментальной модели то есть упустить это до нужного уровня и как там говорилось лучше учителя студентов это сами студенты то есть потому что у них там ментальная модель она одинаковая плюс-минус да и соответственно им будет проще что-либо объяснить или вот такая концепция которую коллега коллеги предложили что лучше делать курсы тому человеку который сам изучает эту тему потому что мы допустим имея опыт мы можем не не понимать что именно человеку непонятно а вот человек который изучает этот язык программирования допустим ему проще таким же как он объяснить вот эти простые вещи потому что он сам для него это очевидно что эта проблема а для нас это может быть казаться что это ерунда это очень фундаментальный важный момент про обучение людей в данном случае не только программирование вообще чему угодно я вам привел пример из физики это в книге была песня из программирования моя собственная практика в жизни так тренируйся так как играешь тяжело в учении легко бою наш старая русская там пословица соответственно в данном случае этого так обыгран тренируйся так как играешь то есть ваши тренировки должны быть приближены к реальности как много курсов тренируют вас чтобы это было приближено к реальности к сожалению чем мало но вот недавно человек тоже хороший комментарий на это написал мне понравился он говорит что а почему никто не у не учит разбирая реальный код на гитхабе почему все начинают с каких-то там других вещей а в реальной жизни ты в основном следжеси копаешься например вот то что тебя обучали на курсах вообще никак не связано очень хорошая мысль на мой взгляд и она как раз таки вот эту тренируешься так как играешь она вот эту этот тезис поддерживает научение структуре структуре так анализирует а до научение структурированность в общем умение анализировать не слишком важную информацию и выстраивать достраивать на основании этого додумывать какую-то модель да то есть это знаете изучение смыслов из книг например то есть что хотел сказать автор до один человек понял один смысл другой 10 то есть вот это вот тоже умение определенный навык когда вы можете поделать больше информации из каких-то источников информации можем тавтология вот но тем не менее вот здесь вы перестраиваете свою модель да то есть вы а ну и плюс там еще вот это вот рефлексия то есть вы когда перестраиваете свою модель на основании знаний до каких-то то есть вы не уперта следуете старым канонам а вы все что-то дорабатываетесь у вас модель до знания наживая то есть вы ее доделывайте достраивайте добавляйте знания меняете что-то меняйте структуру и туда если узнали что-то новое она противоречит вы не стесняйтесь это все изменяете в голове своей так так обучение обучение это не один инструмент да это как строить дом нужно как бы молотком работать и бетон заливать да и так далее это нужно понимаешь для обучения на разные инструменты чтобы эффективно проводить обучение то есть не просто взять или просто мастер-класс или только видео это целый набор набор инструментов я кстати на одном стримов говорил что ну хорошая модель обучения это когда у вас собственно ряд инструментов и нужно на самом деле это все вместе в одну кучу сгрести и обучать людей на основании этих этого набора инстрии ну как строить дом да то есть вы же не можете одним молотком дом построить даже деревянный вам пила понадобится как минимум например такая простая аналогия вот важен наставник который поддержит и заставит проверять поверить себе вот это кстати кстати каждый важный момент то есть роль наставника не просто как то есть понятно что он задает вам вектор движения но он еще на в моменты когда вы в себе разочаровываете что у вас не получается что вы слабы и так далее он вас будет поддерживать и говорить что у вас все получится и давать какую-то объективную может быть оценку со стороны да то есть вот это ты знаешь это ты на самом деле уже знаешь давай пошли дальше чтобы вы их не застопорились просто тому варясь своей голове в своей каши вот но также важно самому верить слова наставника вот кстати это и кого потом об этом говорилось что нужно чтобы авторитет признавался то есть не просто что это наставник и наставник что вы доверяли на станку если вы будете ставить под сомнение слова наставника ну для вас не авторитет то есть смысл тогда с таким наставником работать найдите лучше другого как потому что если вы это не принимаете вы не будете использовать понимаете надеюсь это важный смысл что иногда мы берем наставника сами в него не верим и но продолжаем с ним сидеть потому что ну как бы ну даст лучше лучше поменять наставника в таком случае это я от себя уже добавляю так наше мнение о собственных способностях влияет на наше действие да ну очень важный тезис тоже то есть наше решение же принимаются на основании наших убеждений а наши убеждения не пластичные они могут быть чужими могут быть нашим соответственно это все влияет на то как мы действуем вот так способ подачи не так важен как мотивация делались исследования то что все говорят что кто-то лучше там визуально воспринимает кто-то лучше воспринимает там в текстовом формате на самом деле мотивация намного важнее оказалось мотивация и умение учиться чем-то как в каком формате это все подавалось вот удивительное опровержение вот этого заблуждения то есть оказалось заблуждением научных исследованиях показали что именно подход к обучению и мотивации обучаться до что не то что мне видео не заходит я вообще ничего не буду делать на то есть без этой ерунды вот именно подход именно научных к обучению и мотивации чтобы вообще продолжать это делать вот это влияет именно на процесс обучения они то в каком формате в текстом или видео или там в аудио вам то все подарю так дальше тип материала должен соответствовать подачи ну то есть как бы геометрия должна быть визуальная литература на слух ну и так далее надеюсь этот тезис тоже будет понятен ну пожалуй наверно и все мне по-моему были еще какие-то заметки вот но я сейчас уже не успею к сожалению записать это все поэтому пока пока все